В этом году в Новосибирске не будут закупать песок для обработки дорог и тротуаров. Такое заявление сегодня сделал Анатолий Локоть. Отказаться от старого способа обработки решили, чтобы пыли на улицах было меньше. Однако начал встречу с журналистами Анатолий Локоть с рассказа о новой волне сообщений о минировании. Михаил Якимов продолжит. Новая волна сообщений о заминированных зданиях опять накрыла Новосибирск. Сегодня к обеду сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 15 школ. Несколько торговых и бизнес-центров, а также в мэрию. Но работу администрация города продолжила в обычном режиме. Это терроризм тоже, только информационный, которому подвергается весь город Новосибирск. В детских учреждениях мы судьбами детей, конечно, мы не рискуем. И мы отрабатываем полностью с эвакуацией детей из школ. Первая серия сообщений о заложенных взрывных устройствах случилась в понедельник. Более 30 учреждений получили угрожающие письма на электронную почту. В основном школы. Всего 25. У нас капец. Школу заминировали. Учеников начальных классов зимой, когда на улице холодно, эвакуируют в помещение. Например, из этой школы их отвели в ближайший детский сад. Такая система взаимодействия согласована давно. Происходит сообщение о экстренной эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. И мы принимаем детей в основном в начальную школу. Чтобы не замерзли, мы принимаем. Для этого есть специальные уже отведенные помещения. В данном случае музыкальный зал, методический кабинет, коридоры и группы на первом этаже. Этого места достаточно, чтобы принять начальную школу. Через три минуты после звонка из школы ученики пришли в детский сад. Сразу после того, как эвакуация закончилась, учителя сообщили родителям о случившемся. И всех детей забрали домой в течение часа. Всего за день было эвакуировано 25 школ. Более 16 тысяч 400 учащихся. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Михаил Якимов, Денис Савинский. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok